Здравствуйте, уважаемые друзья! Продолжаем мы нашу тему рецептов из Айурведы. Те рецепты, которые мы делаем из потрясающей специй куркума. В предыдущем ролике я вам рассказала о великолепных свойствах куркумы как специи, как растения. И в основном мы, конечно, делали акцент не на молодости, красоту, чем индийские женщины чаще всего пользуются, но делали акценты на здоровье. И мы сказали с вами, что куркума – это антибиотик широкого спектра действия. И вот эти свойства, а также свойства согревающие, согревать кровь, то есть иммуностимулирующие, очень хорошо используются при заболеваниях простудного характера, например, при болях горли. И вот такие проблемы, как фарингит, ларингит и танзелит, ангина, банальная ангина, очень легко и просто лечатся полосканием из куркумы и применением просто куркумы в виде, ну, скажем так, отвара, если это можно так сказать. Так вот, смотрите. Если у нас есть заболевания дёси, например, парадонтит, генгивит, в общем, проблемы стоматологического характера. И есть у нас проблемы с горлом, когда вот не только гнойный налет, но и просто катаральный, так называемая форма танзелита или фарингита, когда больно глотать. Причём не имеет значения, это вирусная природа или же это бактериальная, у нас какая-то инфекция. Так вот, смотрите. С целью помочь организму изнутри, то есть мы говорили, что куркума это природный антибиотик, мы можем применять настой, 1 чайная ложка, порошка, вот видите, у меня даже в осадок выпал, куркумы на 200 мл тёплой водички и вот такой вот отвар или чай, если хотите, применять внутрь. Можно добавить лимончик, можно добавить туда чайную ложечку мёда. И вот такой, скажем, коктейль, вкусно, полезный, в то же время антибиотик, содержащий, мы применяем внутрь с целью побороться изнутри. Но что нам делать, если проблема у нас наружная? Так вот, если мы вот ещё в такую смесь, 1 чайная ложка куркумы на стакан тёплой кипячёной воды, добавим 1 столовую ложку соли, у нас получится великолепная смесь для полоскания горла и полости рта. И смотрите, что получается. Мы с вами привыкли к такой смеси, когда нас мамы, бабушки, да и врачи до сих пор рекомендуют полоскать и убрать гнойный налёт смесью 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка соды, иногда 5 капелек йода на стакан воды. И мы полоскали наш рот вот с целью снять гнойный налёт и йод как антисептик действовал и так далее и тому подобное. Так вот, смотрите, вот такая смесь с куркумой по эффективности может в кое-каких случаях даже будет более эффективна. Во-первых, она в некоторых случаях чуть приятнее для полоскания, а во-вторых, опять-таки, куркума природный антибиотик. То есть мы полощем рот считайте антисептическим средством. И независимо от того, есть у нас гнойный налёт, нет у нас гнойного налёта, куркума прекрасно и обезболивает, и оказывает своё антибактериальное свойство. Поэтому полоскайте горлышко при проблемах 3-4 раза в день, можно чаще. Вот таким вот средством из куркумы и даже просто водички. То есть достаточно под рукой иметь только порошок куркумы и кипяченую воду. А эффект у вас будет просто потрясающий. Запомнили. Итак, внутрь куркума, вот как антибиотик, 1 чайная ложка на стакан тёплой кипяченой воды и пьём внутрь, как чай. Можно добавить лимончик, можно добавить чайную ложечку мёда. А если мы хотим пополоскать наше горлышко, то мы добавляем 1 чайная ложка куркумы, 1 чайная ложка соли. И вот такой смесью полоскаем наше горло. В том числе при стоматологических проблемах. Если же у нас, забегая просто язвенная болезнь в хронической стадии, или мы пролечились, опять-таки куркума с водичкой просто пьётся в виде чая для заживления наших язвочек. Вот такое потрясающее свойство, вот такой потрясающий рецепт из куркумы.